Приглашаем следующего докладчика. Пожалуйста, Александр Васильевич Усатов из ОНО «Автех» расскажет про задачу подготовки персонала к проведению современного эксперимента в области доклинических исследований. Добрый день, уважаемые коллеги, безусловно. Я, Александр Васильевич, приглашаю вас в рамках данной презентации ознакомиться с причинами, которые сподвигли нас на организацию, предлагаемую здесь, презентационного обучающего мастер-класса. В данной презентации будут затронуты следующие вопросы. Как и зачем мы приехали на GLP Planet. И, соответственно, я расскажу об изнаночной онлайн-обучении, о коме и почему нужно сервисное отслуживание оборудования и небольшие наши месседжи исследователей. Ну, а также, что мы собираемся конкретно показать на GLP Planet и наши, так сказать, небольшие планы. Значит, поскольку это коммерческий доклад, я предупреждаю, да, то я позволю себе сказать несколько слов о нашей компании. А Нуавтех – это инжиниринговая компания, да, которая помимо создания и оснащения специализированного объекта, разработки и производства высокотехнологического оборудования, которое, вы могли видеть, здесь занимается, также просветительской деятельностью. Именно в этом смысле этого слова, да. Поэтому в структуру компании, там, помимо конструкторского бюро инжинирингового центра, валютационного центра и сервисной службы, входит в научно-образовательный центр. И в НОСАВТЕК, в общем-то, вот здесь показана наша деятельность, они непрерывно разрабатываются различные специализированные учебные, научно-популярные программы, да, и дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации программ повышения квалификации, да, то есть, наш лектор – это доктора, кандидаты химических, биологических, технических наук, а также приглашенные специалисты. Сейчас вот мы разработали новый формат обучения, который называется презентационный обучающий мастер-класс по методам работы в зоне содержания лабораторных животных. Ну и включают основные этапы, вот показанные здесь, на этом слайде, это прохождение через барьер, установка рабочих параметров фильтра-вентиляционного модуля, да, а также установка, а также работа непосредственно с системой ИВК, и работа его интерфейса в различных режимах, и работа с ламинарной станцией для замены подстила животных, ну, в данном случае грызунок в чистые клетки. При этом мы столкнулись с тем, что возникают, в общем-то, вопросы, зачем нужен вообще такой формат, когда есть простые, понятные совершенно, в общем-то, форматы, то есть, это презентация производителя, в коем мы являемся, да, возможности и функционала своего оборудования. Ну, то есть, как формы доклада, как здесь, да, как сейчас, так и путем прямой демонстрации этого функционала, чем мы занимаемся на нашем стенде. Но, тем не менее, в общем, организаторы конференции все-таки решились предоставить нам возможность продемонстрировать вот этот мастер-класс, несмотря на то, что это, в общем, первый опыт, наш первый опыт подобного мероприятия. Ну, в связи с этим я хотел бы остановиться на двух главных причинах сподвигнуть нас к организации такого формата. Первая причина – это вот обратная сторона онлайн-обучения. Ну, то есть, мы в настоящий момент у нас мероприятие перевели в онлайн-формат, да, с применением электронного обучения, дистанционного в сети интернет, то есть, не только вот вебинары, но и наши непосредственно лекционную часть всех курсов на повышение квалификации на данном классе, да, так сказать, в удобное для слушателей время. Ну, а или же вот по графику, как по сподвигу информатики, да, вот, при взаимодействии уже с преподавателем через интернет. Вот. И что здесь можно сказать? Все казалось бы замечательно, да, так сказать, там доступная информационная среда, да, преодоление информационно-образовательного, информационно-территориального неравенства, но важным фактором является то, что при проведении реальных курсов, как я говорю, офлайн, так сказать, посещаемость таких курсов практически стопроцентная, да, и мы имели возможность рассказать все важные, собственно говоря, детали и представить весь важный материал, да, нашим слушателям. Вот. А вот на… Сейчас прошу прощения, да. Вот. А на этом слайде показана статистика прохождения обучения, онлайн-обучения на примере двух наших курсов повышения квалификации до того, как мы включили функцию обязательного последовательного просмотра лекции. Ну, что вы, как вы понимаете, нисколько не меняется ситуация. Ну, и, как видно из представленных данных, только один человек, там, соответственно, вот из 16 и 12 открыл все задания. Ну, хотя средний посещаемость, конечно, достаточно высока, мы получаем там прекрасные отзывы, так сказать, тут вот их фрагменты, да. Нас все-таки не оставляют, да, перед нашими лекторами, вот туда, вот такую посещаемость. Ну, и при всех очевидных и понятных преимуществах онлайн-обучения, следует также понимать и принимать во внимание российскую ментальность, по которому по-прежнему важна бумажка, а не знание. Вот, поэтому есть очень важные темы, о которых следует при любой возможности говорить именно в очном формате. И вот теперь о второй основной причине сподвигнувшись нас к организации предлагаемого мастер-класса. Вот, по данным нашей сервисной службы, 80% пользователей не представляют, во-первых, как надо правильно эксплуатировать поставляемое нам оборудование, во-вторых, как оно функционирует, и, в-третьих, не понимают, что необходимо его периодическое обслуживание, да, и при этом никогда мне заглядывать там инструкцию, да, так сказать, и так далее. Вот, когда мы рассказываем кому-либо подобное, что нам именно приходится видеть на объектах, многие считают это вот определенным привлечением, прикрашиванием с вашей стороны, да, вот я предлагаю вот наглядный пример эксплуатации системы ВК у одного из наших заказчиков, которому мы несколько лет тому назад поставили несколько систем, там, 8 системы ВК. А в этом году они обратились к нам с тем, что, видите ли, ну, не работает эта система, ну, не работает, да. И вот, что наши специалисты увидели на объекте. Ну, в каком состоянии сам находится винтблок, да, ну, значит, видно на фотографии, на вопрос, как давно горит аварийная лампочка, он там, да, они говорят, а он все так горит. Угу. Ну, при этом вот список предупреждений, он выдает информацию, что уже в декабре 17-го года, да, произошло засорение входящего фильтра, там, в 18-м году выходящего фильтра. Вот. Повторим этой информацией вплоть до 22-го года. Вот, вот. Вот. И понятно, что замена фильтра была необходима еще 5 лет тому назад. С регулярным, ежегодным, еще раз, хотя бы прощаюсь ко всем, да, с сервисным обслуживанием и квалификацией. Ну, в общем, кому это нужно? Так, садят, горит аварийная лампочка, горит, предупреждают, предупреждают. Ну, вот здесь показано состояние входящего фильтра, он на внешней панели, так сказать, чтобы было понятно, да. Вот. Почему в таком состоянии тоже, так сказать, амбидно? А это вот состояние непосредственно внутреннего фильтра. В самих клетках на стеллажах, как выясняется, использовался обычный пастил. Ну, действительно, зачем покупать пателлированный пастил, там, для СПН животных, где-то самое. Он дорогой, так же вот дешевле. Понимаете, а то, что пылит, он вот забивает фильтры, ну, это проблема ушей. Вот, очевидно, что никакой вот вентиляции клеток при такой забитости, да, в общем, физически невозможно. Вот, как же бедные мыши дышат? А, вот так. То есть, вот просто все крышки. Это увеличение. Все крышки открыли, чтобы они не вздохнулись. И никакие принципы GLP и стандарты Аллах для этого совершенно не нужны. Значит, это вот наш месседж, да, о котором я говорил в самом начале. Вот 80% пользователей, которые не имеют представления о необходимости периодического сервисного обслуживания, вот, в частности, такого, как вентиляционные блоки, ламинарные станции, блок сэкологической безопасности, да, и необходимости регулярной замены всех фильтров. Ну, и остальным тоже, в общем, исследователям не стоит об этом забывать. Ну, вот, чтобы труд наших специалистов, разработчиков, инженеров, не разбился равнодушием и невежеством, мы вот как раз решили организовать презентационный обучающий мастер-класс по методам работы в зоне содержания лабораторных животных, чтобы наглядно продемонстрировать все аспекты работы и обслуживания представляемых здесь оборудований, да, для чего мы его привезли сюда, тоже был нелегкий труд, и решили показать в условиях максимально приближенных к реальным рабочим условиям, как правильно следует обработать, работать и обращаться с фильтровенциализационным модулем, с индивидуально вентивируемыми клетками, да, с блоком ВЕНДВИУ-2Р, которым оснащены наши стеллажи, да, там, с ламинарной станцией, и в которой в завершении занятия мы предлагаем, так сказать, нашим участникам потренироваться в пересаживании искусственных мышей. Ну, искусственных мышей вы уже видели, они всем очень понравились. Ну, вот в этой связи мы предлагаем всех запиштавшихся на наш презентационный обучающий мастер-класс, значит, вот сегодня в зал Сестрорез, там будет он проходить с 12.30 до 16.00, да, вот про первую часть я вам говорю, вот основу работы с оборудованием в зоне содержания лабораторных животных я уже вам рассказал, в перерыве, те, кто боится память костюма и не хочет переодеваться, значит, мы обязательно ответим, проведем консультацию, ответим на все актуальные вопросы, да, и во второй части вот наш коллега, вот он там представлен, да, на фотографии Константин Лапин представит презентацию, так сказать, строгую, научную, без всяких там мастер-шоу, без всяких мастер-шоу, переодевания, да, вот, послеоперационное и предоперационное и послеоперационное содержание лабораторных животных. Это будет очень интересно, который уже, после которого уже проведет научно-практический, то есть презентация минут на 20, да, потом проведет уже, так сказать, практически тоже занятие. Значит, ну вот первоначально в рамках мастер-класса мы планировали показать, как проводится бесконтактная замена фильтра, фильтра в вентиляционном модуле. Нет, видео не работает, здесь был, это самый короткий ролик, но этот ролик, ну этот ролик можно посмотреть вот в зале Сетраренск, мы его покажем, значит, непосредственно, да, как на, он где-то около 8 минут, как надо вот менять непосредственно фильтры, фильтра в вентиляционном модуле. И наш очередной месседж, он заключается в том, что уважаемые пользователи, где бы вы ни находились, где бы вы ни были, обращайтесь, обращайтесь, мы всегда поможем. То есть, если вам надо заменить фильтр в вашем оборудовании, боксинологической безопасности и так далее, ну, естественно, если мы знакомы с этим оборудованием, так сказать, у нас аккредитованные лаборатории и испытательные и так далее, звоните, мы вышли вам инструкцию, наши инженеры проведут вас от и до, безвозмездно, да, так далее. Понятно, что квалификация, валидация и так далее, она возможна только аккредитованными службами, да, и вы можете обратиться или к нам, или, так сказать, уже по месту. Ну, и мы не хотели бы на этом останавливаться, это наш первый опыт, мы хотим, признаете, осенью мы приглашаем вас уже непосредственно в наш НОЦ, к нам в АнуА, в тех, да, где мы проведем, так сказать, уже плотные связки, плотные связки с коллекционным материалом, да, подобные мастер-классы, и уже будем выдавать удостоверение о повышении квалификации, если этот модуль будет входить в курс, или, значит, вот сервисные. Ну, и в заключении я хотел бы сказать, что обучение как теоретическим, так и практическим навыкам есть основная, главная составляющая подготовки персонала к проведению современного эксперимента. Конечно, существуют разные взгляды на методы обучения и их целесообразность, тем не менее, мы со своей стороны, как бы это наивно ни звучало, предпочитаем быть все-таки последователями Виссариона-Белинского. Да, если есть время на вопросы, да, уже времени нету, значит, обращайтесь, мы будем в зале Сестрорецк, мы ответим на все, так сказать, ваши вопросы, постараемся, так сказать, в силу нашей компетенции. А сейчас я благодарю вас за ваше внимание. Большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!